Кукушки 21 века Кукушки 21 века Кукушки 21 века Не в туалетах А ребенок попал в нормальные цивильные условия Вы сами слышали, что в окно женщина может положить младенца и уйти Милиция ее разыскивать не будет, она даже может забрать ребенка в течение двух месяцев, если передумает В этом случае все более или менее понятно Однако социальное сиротство это и то, когда близкие люди вынуждены заменить живых родителей И это вызывает изумление и непонимание Может даже во дворе вашего дома есть такая женщина, которая с утра до ночи занимается своими внуками Таким бабушкам не нужно отвечать соседям на вопрос о маме ребенка Потому что все знают, что мама, к сожалению, пьет И жалеют соседи и бабушку, и внучку, которая все равно не перестает ждать маму Встречайте, Татьяна Лысенко с внучкой Таней Здравствуйте, проходите, пожалуйста Танюш, ты нам всегда покорила мое сердце, мне так понравилось, когда я проходила мимо Танечки Она мне так сказала, привет! В общем, мы с тобой уже подружки, да? Будем разговаривать с тобой и с бабушкой, договорились? Татьяна Григорьевна, скажите, пожалуйста, почему так случилось, что воспитанием вашей внучки занимаетесь вы? У нас мама постоянно пьет, постоянно ее нет дома Все проблемы детского життя легли на бабушкины плечи Я очень долго с этим мирилась, просила ее, как это же мое родное дитя Всякими подходами, да, чтобы она перестала пить Ликовать она, согласие, не дает, не хочет, она не считает, что она пьет и ведет такой образ жизни И я в итоге ходила скрізь, просила, скрізь я просила допомоги, чтобы мне допомогли, как можно привезти маму до детяти Ну, пока мы ходили в детячий садочок, большая половина людей мне помогала Кто грошима, кто как Коли мы пошли до школы, проблема стала набагато тяжчая Школу нужно оплачивать, дитя нужно кормить Знову же таки, а я 12 лет уже на инвалидность В пенсии у меня 772 гривни За эту пенсию я не могу И прокормить дитя Самой нельзя прожить, правда? Да, и помощи никого, ни где, ни от кого у меня нет Скажите, пожалуйста, а с отцом Танюшки вы общаетесь? Общались, но там папа тоже неблагополучный Так что Танечка побачила его, ей было 4 ручки И она сразу тут же зробила выводы сама Танечка, правда так было? Да, все Ну, а с мамой мы очень долго боролись Она даже пообещала всем прийти на эту передачу Но я думаю, что она еще может не совсем Погана людина, раз она подумала, что будет на ней дивиться вся Украина И вся страна, да? Может она на этом, что, який свистновок в лучшую сторону зробит То есть Надежда у вас еще есть Да, я еще думаю, ведь все таки ей 28 роков И как я не пыталась, чтобы сделать из нее такую людину, как я ее родила, воспитала, якою вона была Я не хочу сейчас ее видеть такою, как она есть Я хочу, чтобы она была хороша, добра мама для этого дитя Это я бабушка, а ее нужна мама Дай Бог, дай Бог вам сил Спасибо Кто помогает вам? Скажите, пожалуйста, какие социальные службы и организации? Ничего, ничего Куда я не обращалась, все вызвали Віточку, социальная служба Вона, конечно, на собеседование не пошла Потім ее вызвали в письменном виде, вона тоже не пошла И вона считает, что вона ведет правильное жизнь, но вона у меня разбита, вона попала в автомобильную катастрофу И в ней в голове сделана операция Но я хочу сказать всем, что когда Татьяна Григорьевна ходила по организациям с просьбой о помощи в воспитании Танечки, ей кто что советовал, да? Справа, звичайно, что еще зарано Я сейчас хочу спросить Танюшу Танечка, скажи мне, пожалуйста, какая у тебя мама? Плохая Почему? Потому что она не кормит, а бабуля кормит Ну, вообще, ты бы хотела, чтобы мамочка жила и с тобой, и с бабушкой, чтобы у вас была дружная семья? Да Да? Видите, я еще не успела закончить вопрос, ребенок сказал «да», потому что, конечно, каждый ребенок мечтает о том, чтобы мама была рядом с ним Поэтому это такой сложный вопрос, да, лишение родительских прав Самой главной, наверное, зузули, да, или самой главной кукушкой, наверное, является власть сегодняшняя Потому что те же проблемы, которые есть сегодня у таких молодых родителей, да, случаев очень много, не только те, которые страдают от алкоголизма Я напомню, что в Украине в среднем в год погибает от алкоголизма, вот, не качественного алкоголя, а около 20 тысяч человек Это чьи-то мамы и папы, это искалеченные судьбы Возьмите, пожалуйста, любого молодого сегодня человека, услышал маме 28 лет, да, то есть, вот, когда она ушла, ну, к примеру, с 9 класса И это проблема нашего общества, да, после 9 класса государство не обращает вообще внимания на категорию детей Куда и что, да? 15-17 лет, когда все прекрасно понимают, что сегодня честно на квартиру заработать совершенно нереально Никто тебе не гарантирует первое место, на котором ты можешь получать заработную плату Поэтому проблема двояка, я вам скажу, в Одесской области, представителем Одессины я являюсь, вот, есть сегодня случай, где не проблема алкоголизма в семье, это Коминтерновский район, село Свердлово, а просто у женщины пятеро детей, и у нее нет жилищных условий их содержать Сегодня государство забирает этих детей, потому что мама не может обеспечить такие условия То же самое в ряде других областей Посмотрите на 5 миллионов заработчан, западной и центральной Украины, которые вынужденно уезжают Посмотрите, я опять-таки представитель Одессины, когда иду на рынок знаменитый седьмой километр Это десятки и сотни тысяч людей с дипломами, которые вынужденно едут туда в 4 утра с этими котомками, продают там сидят И поверьте, также и греются алкоголем, тратят свое здоровье, приходят в 9 часов домой, их хорошо, когда есть еще бабушка или дедушка Падают назад ногами и так далее Это проблема также воспитания Поверьте, я опять-таки, с учетом, наверное, своей все-таки политической ориентации, именно левого спектра, сам прекрасно понимаю Я рос в семье, у мамы была зарплата на санитарке, работала, отец на заводе, то есть, ну, не зажиточная, не номенклатура Ну, не социальные сирота, да? Не было внимания того же государства Я был постоянно в пионерских лагерях, то есть, я был в санаториях, то есть, этой системы тоже нет Что вы хотите, когда в Киеве сегодня обнародовали данные, что за время того же Черновецкого 700 детских садиков мы потеряли А в них расположены там или налоговая инспекция, да, или какие-то там частные офисы Что вы хотите, когда нет профилактики? Поэтому я уверен, что проблема, в принципе, не столько родителей И...